Это видео некого рода эксперимент для нас. Оно длинное, оно сложное, оно не только про английский, и поэтому нам очень интересно ваше мнение. Пожалуйста, оставьте его в комментариях. Ну и приятного просмотра! Что если от самых обычных слов зависит ваше будущее? Вы позвонили в скорую, вам нужна помощь, а вы в незнакомом вам городе и не можете элементарно описать, где вы находитесь. В этом видео ты узнаешь, как описывать положение объектов. Выше, ниже, спереди, рядом с чем-то и так далее. Как бы вам это все объяснить? А, картины. Самый простой способ объяснить, это использовать картины. Но не всегда что-то есть. На переднем плане, на заднем, слева, справа, со всех сторон. Ну что, начнем? Посередине этой картины взрыв. In the middle — это означает «по центру». Например, вы проехали остановку и говорите другу по телефону. Дословно, это выглядит как что-то в середине ничего. Фраза «out in the middle of nowhere» переводится как «в глуши», «в каком-то захолустье», «на краю света», «в затерянной глубинке». Запомните эту фразу после того, как съедите от родителей. «Что ты делаешь здесь, в этой забытой глуши?» Эту фразу вы будете слышать очень часто. Кстати, о самой картине. В этом видео я буду использовать картины самого знакового человека в мире искусства в 2018 году. Ну что, идем? Вы уже частно это пялитесь. Не пора переключить канал? Эта картина излучает странное спокойствие. Не-не-не, такой ерунды у нас на канале не будет. Картина нашего автора начала самоуничтожаться на аукционе сразу после покупки. В итоге куплена за миллион фунтов, а после уничтожения стала стоить только еще дороже. Но вы его знаете, это Бэнкси. Я так хочу не только научить вас говорить по-английски, но и показать, что современное искусство настолько далеко ушло от Мона Лизы, что знающие люди готовы купить вырезанный вандалами кусок стены с граффити за миллионы долларов. А почему они готовы на это пойти, вы также узнаете в этом видео. Рассказывай, буду не я, да... Давайте продолжим, мне не терпится. На картине 6 человек ведут хоровод вокруг столба дыма. И здесь нам интересно слово around. Это значит вокруг. Можете сказать, да я уже все здания вокруг обошел, а тебя не вижу. I've looked around the buildings and still can't see you. Или, например, есть фраза walk around. Она означает прогуливаться. Вот, например, Гомер Симпсон говорит, I'm just gonna go take a walk around the block to calm down. I'm just gonna go take a walk around the block to calm down. Пойду-ка я прогуляюсь вокруг дома, чтобы успокоиться. Кстати, говорят, что он так и не вернулся. Что ж, английский бы услышали. А что насчет смысла этой картины? В прошлом видео я анонсировал курс английского и истории искусства. В этом же видео мы решили доказать вам, что искусство может быть настолько же захватывающим, как и английский. Проверим? Ну что ж, здесь все более-менее понятно. Ядерный грипп, война и ужас. Почему дети так радостно водят хороводы вокруг? Граффити с детьми появилось в одном из районов Лондона, где стоит настоящий советский танк. Этот танк очень часто выступает таким своеобразным холстом для стрит-арт-художников. И вдохновившись этой мощной военной машиной, которая стоит посреди обычного жилого квартала, Бэнкси создал граффити на тему мира и войны. Дети, они собрались вокруг столба ядерного взрыва. Они такие радостные, почему-то танцуют на выжженной земле. И художник нам таким образом напоминает о страшных событиях. Событиях, которые поразили весь мир во времена Второй мировой. Вот эти ядерные взрывы в японских городах Фокусимы и Нагасаки. Но общество, как такие беспечные дети, оно продолжает жить, продолжает радоваться. В то время, между прочим, когда ядерное оружие все еще не запрещено законом. Воу-воу, полегче. Это же просто картина. Перейдем к следующей граффити. Вот одна из известных картин Бэнкси. На ней мужчина. А где мужчина? Поможем Даше найти мужчину! Как-то двухсмысленно звучит. On the right side of the painting there is a man. Это наша первая фраза on the right side. Допустим, на данной картине мужчина on the right side from the texts. А текст, наоборот, on the left side from the man. В жизни вы можете говорить, например, I'm on the left side of the McDonald's. Я слева от Макдональдса. Но ведь у нас это граффити на стене. There's a graffiti on the wall saying, follow your dreams. On – это наше следующее слово «на». Кстати, вы можете сказать, я еду на автобусе. I am on the bus. Или я еду on the bicycle. На велике. Вернемся, пожалуй, к нашим баромечтам. Вернемся к мечтам. The graffiti is crossed with another graffiti saying cancelled. Вот это слово «across» означает «на той стороне». Как бы оно вот так вот пересекает, понимаете? Знаете же, есть машины, кроссоверы. Так вот они созданы, чтобы пересекать любые препятствия. А вы можете сказать «I'm crossing the road». Я перехожу дорогу. Итак, on the right или left side – это на правой или левой стороне. All right, I'm getting on the bus. Ладно, я сажусь в автобус. Еще был «across». Например, I'm across the street from you. Я через дорогу от тебя, типа, эй, я здесь. Вот он я. Давайте мы с вами посмотрим на граффити это совершенно с другой стороны. Это граффити Бэнкси нарисовал в китайском квартале Бостона. Оно из серии размышлений художника об американской мечте. Посмотрите, там изображен человек. Он носит простую одежду среднего или даже низшего класса. Это, скорее всего, вообще рабочий. Рядом с ним надпись «Следуй за своими мечтами». Эта надпись перечеркнута красной печатью. Отменено. Кто написал первую фразу? Кто ее перечеркнул? Не сам ли человек поставил знак отмены на собственные мечты? Весь рисунок – он черно-белый. Надпись «Следуй за мечтой» – она серая. Будто она запылилась от времени. И ярким красным цветом окрашен лишь знак отмены. Похоже, что призыв к следованию за мечтой был оставлен когда-то очень-очень давно им самим. А вот спустя время он сам взял его и отменил. Кто же заставил людей забыть о собственных мечтах? Вот этот вопрос и задает рабочий с кистью в руке, когда смотрит на нас с вами. Во что же превратилась американская мечта о свободе и возможностях? По-философски вышло. Мне нравится. Я даже не думал об этом с такой точки зрения. Вам самим как? Пишите в комментариях, интересно ли оказалась эта информация. А мы разберем другие выражения по следующей картине. This man is holding a sign which is above him. На этой картине индеец держит надпись «Посторонний вход воспрещен above you» над ним, над собой. Например, вы спокойно себе играете в песочнице во дворе, и тут маменька вас загоняет домой. Вы ее слышите, но не можете понять. Да так где она? И она на весь двор кричит «Look above you, Павлик!» А что она кричит в английском? Я же армянин. А почему тогда я Павлик? Короче, «Look above you» посмотри над собой, типа «Я сверху, вот тут». Ну а если немного перефразировать, то можно сказать, что индеец «under the sign», под знаком. Так, кстати, метро в Британии называют «underground», дословно «под землей». Но еще слово «under» говорят, когда кто-то очень сильно напился и вообще не вменяем. «Mike's gone under» Дословно «Майк пошел вниз, по наклонной». Но по смыслу означает «Майк напился просто в дрова». Выпуск стал набирать не детские обороты, ну ладно. Вы можете сказать кому-то «Если you just went so under», вчера ты реально перебил. А кстати, кого ожидает этот старый индеец? Кому запрещает проход? Это еще один пример интереса Бэнкси к проблемам американского общества. На стене одного из домов Сан-Франциско он изобразил индейца. Это коренной житель этих территорий. Индеец сидит на земле с табличкой «Посторонним вход воспрещен». Это граффити появилось спустя некоторое время после того, как появилось постановление, которое запрещало сидеть и лежать на городских тротуарах. И художник таким образом привлекает внимание к тому моменту, что власти забывают о настоящих жителях Америки, о коренных американцах. И они таким образом вводят собственные правила в стране, которая, между прочим, это страна, да, в принципе, принадлежит другому народу. Хм, а вот это мне нравится. Спасибо, Анастасия. Поехали дальше. На этой иллюстрации мы можем видеть мужчину, моющего стену. А за ним стоит клининг машины. За ним – behind him. Здесь нам интересно слово behind. Есть одна классная фраза с использованием этого слова behind my back. Она означает «за моей спиной». Бонд, что ты там опять натворил? What's going on behind my back? Что происходит у меня за спиной? Вообще-то, эту фразу можно понимать не буквально, а в смысле интриги. Проворачивать что-то за спиной кого-то, пока этот кто-то не видит. Итак, слово behind. Запомните его. В конце концов, мы же для этого и собрались, чтобы запоминать слова. А теперь давайте-ка я сам попробую описать картину. Уж я-то точно разбираюсь в искусстве. Как-никак. Каждое утро смотрю в зеркало. Стоп-стоп. Мы же с вами договорились, что с вас английский, а с меня – искусство. Многим уличным художникам знакома проблема с сохранностью их работ. Коммунальные службы постоянно закрашивают работы. А самих художников они вообще обвиняют в вандализме. Для Бэнкси это настоящая больная тема. Кто он все-таки? Нарушитель? Или творец? Здесь Бэнкси явно иронизирует над коммунальным работником, который смывает мощной струей воды совсем не граффити современного художника, а древние наскальные рисунки, которые, между прочим, считаются ценнейшими экспонатами археологических музеев. Сейчас мы называем эти рисунки первобытным искусством. Но, между прочим, мы продолжаем дальше закрашивать работы уличных художников. И Бэнкси таким образом проводит параллель между двумя видами искусства и спрашивает, а это разве не одно и то же? Кстати, Макс, я заметил, что видео в этот раз получилось длиньше. Длиньше, чем что? Длиньше, чем прошлое. Да, прошлое реалии. Это чуть подлиньше, да. Ага, вот и мне показалось, что оно длиньше. А еще в этом ролике вы узнаете, что по смыслу означает такие фразы, как A storm in a teacup, дословно, буря в стакане, или F-A-R. Поэтому досматривай до конца. Досматривай, я сказал. Благодаря следующей картине мы узнаем целых три новых предлога. Итак, девочка стоит рядом со стеной, near the wall. Ну а вы можете сказать А еще с этим словом есть похожая фраза, но не менее полезная. Out near the... Неподалеку, недалеко от... Out near the airport. Недалеко от аэропорта. Еще подобное по смыслу есть фраза next to. Фраза next to означает непосредственные близости с чем-либо или по соседству. Эта фраза употребляется, если объекты расположены в ряд. Например, на этой картине То есть сумка и медведь рядом с девочкой. Как бы они следующие после девочки. Вот этот несчастный дядька Standing next to me. Стоящий рядом со мной. Итак, next to это рядом с с. Следующий от, если дословно. А еще слово next в разговорной речи означает случайный, бессмысленный, сумасшедший. Или используется, чтобы показать, что какой-то человек вообще ничего не значит для вас. Some next guy asked me to make a coffee. Какой-то случайный парень попросил меня сделать кофе. Рубрика «Полезный совет» от English Show. Не делайте кофе случайным парнем. Еще один предлог, который можно разобрать на примере данной картины Between. The bag is between the girl and the bear. Давайте уж по старой нашей традиции данное предложение и саму фразу переведете вы сами. Вот варианты. Сумка будет побеждать девушку и медведя. Между девушкой и медведем баг. Сумка между девушкой и медведем Путин. Пацаны, это Путин, это уже не смешно. Что за пропаганда? Ладно, оставляйте ваши варианты в комментариях. Одному из правильно ответивших подарю подарок от нашей школы. Вернемся к искусству. Кто вообще обыскивает детей? В этом граффити Бэнкси снова поднимает очень серьезные проблемы современного общества. Тотальный контроль и недоверие. В прошлом человечество было свидетелями такого количества ужасов и насилия, что теперь не доверяет вообще никому. Единственным выходом из ситуации становится полный контроль без раздумий о человеческих отношениях. И Бэнкси, он снова работает с иронией, таким образом усиливает комичный эффект. Полиция, она настолько недоверчива к людям, что проверяет и обыскивает даже маленькую девочку. Ну, я вижу немного другое, ну да ладно. Погнали дальше. Сразу три предлога. Один из них above мы уже разобрали, поэтому перейдем к предлогу far from. Far from так-то довольно банальная, но нужная фраза. Гамильтон парк не так уж далеко отсюда. Или вы что-то забыли, вам звонят, говорят, вернись, прийди сюда, забери. А вы такие, ааа, I'm too far from you. Я уж слишком далеко от вас, я уже не буду возвращаться. Но, еще, far это аббревиатура от Furious Angry Rage. Бумная злая ярость. В жизни на самом деле бесполезная фраза, ну почему бы не запомнить. Следующий предлог in, переводится просто в. Но с ним есть очень много интересных идиом и фраз. Например, A storm in a teacup. Достовный перевод просто буря в стакане. А по смыслу означает много шума из ничего, ну как я продемонстрировал. We know that they didn't take it. A storm in a teacup. We know that they didn't take it. A storm in a teacup. Мы знаем, что они этого не брали. Много шума из ничего. Ну и как вишенка на торте, давайте узнаем, как летающие холодильники связаны со страшной катастрофой, произошедшей в США. Это граффити Бэнкси создал в Новом Орлеале в 2008 году. И оно оживляет у местных жителей воспоминания о последствиях разрушительного урагана Катрин, который обрушился на Луизиану. Мальчик там играет как будто с воздушным змеем, но вместо него изображен холодильник. Воздушный змей – это такая своеобразная отсылка как раз к этому урагану, который сметал все на своем пути. Но и холодильник здесь появился, кстати, не случайно. Холодильники, они стали одним из символов бедствия урагана Катрин. И из-за того, что люди в такой спешке эвакуировались, покидали свои дома, они забирали лишь самое нужное. И через некоторое время, когда они вернулись домой, многие жители, они просто выкидывали холодильники, потому что там была испорченная вонючая еда, и оставляли их прямо на улице. И вот эти выстроившиеся вдоль домов ряды холодильников, на некоторое время они стали буквально холстом для уличных художников. И это, конечно, Бэнкси знал. Вот как много смыслов может скрывать в себе искусство, даже если оно висит не в картинной галерее, а находится на стене обычного дома. Ладно. Мы с Настей придумали для вас кое-что интересное. Специальный курс. Мы подумали, у нас школа английского языка, у Анастасии школа популярного искусства Oppo Part. Объединили усилия и создали шедевральный курс. Это шедевр! Давайте я вам прямо сейчас коротко покажу, как этот курс выглядит изнутри. То, что я показываю вам сейчас, вы можете сами потыкать по ссылке в описании. Эта часть бесплатная, чтобы заманить вас на покупку всего курса целиком. Ой, бесплатная, чтобы каждый из вас мог сам увидеть искусство в английском цвете. Бред какой-то. Короче, курс называется Talk to me Painting. Поговори со мной, картина. Звучит очень неоднозначно. Но если говорить серьезно, то курс нацелен на то, чтобы каждый, кто будет проходить этот курс, смог не только научиться читать картины и делать это по-английски, но подтянуть свое знание языка и добавить огромное количество фраз и выражений в свой словарный запас. А я помогу вам понять, что искусство – это совсем не сложно. Вы получите доступ к видеокурсу, в котором на простом и понятном языке вы узнаете, как смотреть на картину и научиться разговаривать с ней, как влияет цвет, композиция на наше восприятие полотна, как важна рама и размер картины для того, чтобы вам глубже понять смысл живописи. Мы научимся открывать все смыслы, которые заложил в картину художник. Я дам вам список вопросов, которые разговаривают любую картину. Вам больше не нужно будет читать описание. Картины сами расскажут вам свои истории. Возможно, кому-то это покажется неинтересно. Но, например, лично я люблю искусство. Я сам пишу картины маслом. Если вам интересно искусство или вы хотите проверить, интересно ли вам искусство, то проходите по ссылке в описании. Ну и подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик. Мы уже готовим новое крутое видео. Называется «50 самых нужных слов в английском языке». Ставьте лайки и до встречи. Look above you, Павлик! Hold on. Hold on. Знаешь что, это как будто бы... Надо как-то... Дай-ка послушаю. Что с ним? Надо Макс, чтобы починил его. Ну все, пропало. Не знаю, что такое.